Начну с некоторых вступительных слов, от которых можно потом будет плавно перейти к слайдам. У меня будет довольно обзорный доклад на тему квантовых вычислений и того пути, который они проходят от некоторых исследовательских экспериментальных решений до практических задач, которые перед ними стоят. Потому что сегодня область действительно активно развивается, и этому способствует тот факт, что есть много заинтересованности в том, какие именно задачи можно будет решать с помощью квантовых компьютеров. И здесь ответ не является простым. Нам кажется, что мы очень хорошо знаем примеры задач, которые квантовый компьютер хорошо решает. Но зачастую оказывается, что либо возможности текущих квантовых компьютеров находятся далеко за пределами возможности реализовать или иные алгоритмы. Например, алгоритм Шора, всем нам прекрасно известен для криптоанализа, но для его реализации по последним подсчетам требуется в районе нескольких десятков миллионов физических кубитов, что сильно за пределами возможностей текущих устройств. Либо в процессе реализации этих алгоритмов мы сталкиваемся с какими-то дополнительными трудностями, с подводными камнями, которые препятствуют достижению квантового ускорения. Поэтому вот этот путь, он на самом деле выглядит довольно тернистым, и вот мы его все вместе сейчас пытаемся проходить. Кликер почему-то не работает, но может быть можно переключить как-то иначе? Давайте я возьму, может быть, мышку и буду перелистывать. Вообще, каждая, наверное, третья презентация, которую я сам видел в области квантовых вычислений, она стартует с одинаковой максимы, звучащей примерно следующим образом, что наши классические компьютеры активно развиваются. Начиная с 60-х годов мы перешли на элементную базу, связанную с полупроводниковыми транзисторами. И тогда Гордон Мур сформулировал два интересных наблюдения. Первое – это тот факт, что вплоть до текущего момента, то есть он предсказал, что основной элементной базой компьютеров будут кремниевые транзисторы. Он здесь оказался прав. То есть подавляющее большинство компьютеров, которые мы используем, они используют кремниевые транзисторы. А второе наблюдение было, что количество транзисторов будет каждый период времени удваиваться. И естественным способом достижения этого была миниатюризация. То есть мы каждый раз приходили на более тонкие технологии, связанные с уменьшением размера транзистора. И количество транзисторов на кристалле интегральной схеме удваивалось, тем самым закон Мура соблюдался. И вот дальше идет следующее логическое рассуждение. Вот сейчас мы работаем на технологиях нескольких нанометров. Если мы перейдем дальше, то размеры транзистора будут сопоставимы с атомными размерами. Дальше мы миниатюризировать транзисторы не сможем. А тем самым классические компьютеры больше развиваться так быстро не будут. И зачастую именно таким образом объясняется необходимость появления квантовых компьютеров. Я хочу сказать, что я с этим не согласен. Почему? Потому что миниатюризация не является единственным способом наращивать мощность классических компьютеров. Классические компьютеры и суперкомпьютеры будут продолжать развиваться. Например, уже появляются многослойные процессоры, где можно выйти за пределы двумерного размещения транзисторов. Трехмерные появляются специализированные архитектуры. И, в общем, всему сообществу, занимающимся квантовыми компьютерами, нужно в этом плане успокоиться. Классические полупроводниковые компьютеры будут дальше прекрасно развиваться. Квантовые нам нужны не поэтому. Квантовые нам нужны потому, что определенные классы задач, как мы видим, даже самые мощные суперкомпьютеры, построенные в классических принципах, решать не могут. И вот основная мотивация в исследовании квантовых вычислений, с моей точки зрения, это именно изучение классов сложности различных актуальных задач и того, как они меняются при появлении новых устройств типа квантовых компьютеров. Ну, примеры этих задач, я думаю, в ходе этого семинара мы многократно услышим. Я лишь в общих чертах их опишу. Это задача комбинатора на оптимизации, когда количество вариантов решения той или иной оптимизационной задачи очень быстро растет с ее размерностью. Такие задачи, как минимум, мы знаем, что они сложны для классических компьютеров. Мы не всегда для всех постановок задачи знаем на данный момент квантовые алгоритмы, но если так вот идти от обратного, оптимизация, логистическое, финансовое, составление расписания – это классически сложные задачи. Может быть, можно будет использовать там квантовый компьютер, и, как показывает исследование, можно. Второе – это часть задач, связанных с машинообучением. Это, прежде всего, линейные алгебраические операции, связанные с алгоритмом машинообучения. Это также обучение нейронных сетей, требующие генерации сложных распределений вероятности. Опять же, классически сложные задачи, и, по всей видимости, они могли бы решаться при помощи квантового компьютера. Это задачи моделирования других физических систем. Вообще, из чего, в каком-то смысле, началась идея квантовых компьютеров. Это моделирование при помощи хорошо контролируемых квантовых систем, В других квантовых системах, например, отдельных молекул или химических реакций, между ними подсчет барьеров химических реакций. Это, соответственно, где-то нам полезно. Мы полезны при анализе лекарственных свойств молекул, при моделировании аккумуляторов, материалов и многого другого. И часть задач связаны с, так скажем, теоретикой числовой задачи, которая имеет последствия в криптографии. Ну вот, пожалуй, то, что уже очень всем хорошо известно, это алгоритм Шора для поиска простых замножителей, где классически это сложная задача. По всей видимости, при помощи квантового компьютера эти задачи можно будет решать достаточно эффективно. То есть, повторюсь, квантовый процессор нам нужен как ускорение решения традиционно сложных классов математических задач. За счет чего это может достигаться? И вот у нас последние несколько недель очень острая внутренняя научная дискуссия идет на тему, казалось бы, очень банального вопроса. Почему квантовый компьютер может быть быстрее, чем классический? Да, казалось бы, этому уже дано очень много объяснений различных. И вот есть какая-то точка зрения про квантовый параллелизм, про то, что квантовый компьютер осуществляет какие-то суперпараллельные вычисления. На самом деле, лучшее, что на данный момент, как мне кажется, сформулировано, это то, что система, состоящая из большого количества квантовых объектов, сама по себе очень сложная, если в ней есть запутанность между объектами, и эта структура запутанности имеет определенный характер. То есть если мы возьмем большое количество кубитов, каждый из кубитов мы можем приготовить в состоянии суперпозиции, запутывать их между собой при помощи определенных типов операций, и тогда описание такой n-кубитной системы будет очень сложно. При этом понятно, что если мы, например, не рассматриваем запутанную систему, рассматриваем просто набор суперпозиционных состояний n-кубитов, то такая система проста для описания, требуется просто 2n чисел. Когда же мы их запутываем, причем запутываем специальным образом, то требуется до 2 в степени n-комплексных чисел. А вот эта вот сложность квантово-механического состояния, которым можно управлять в реальных квантовых системах, это, по всей видимости, ключ к тому, чтобы искать те приложения, где квантовый компьютер может полезть. Действительно, это рост сложности экспоненциальной. Чем больше мы добавляем кубитов, тем сложнее такая система для описания. Если мы можем программировать, мы как бы можем осуществлять те вычисления, которые традиционно очень сложны. Хотел бы отметить, я уже в ступильном слове говорил о том, что в России есть дорожные карты, квантовые компьютеры активно развиваются, по всему миру есть разные способы поддерживать это направление. Вот в России принято и реализуется с 2020 года дорожная карта по развитию квантовых вычислений, ее возглавляет госкорпорация Росатом. Цель, собственно, это дорожная карта, это строить практически квантовые устройства для вычислений и алгоритмы программного обеспечения для работы с ними. На модели цифрового квантового компьютера я, наверное, подробно останавливаться не буду. Всем она, я думаю, в аудитории хорошо знакома. Коллеги, я думаю, в ходе следующих докладов будут постоянно так или иначе к ней апеллировать. То есть у нас есть для реализации вычислений кубиты. В принципе, что такое реализация квантового алгоритма? Реализация некоторой унитарной операции. Ее мы на реальных устройствах декомпозируем на набор однокубитных и двухкубитных операций. И таким образом реализуется квантовый алгоритм. То есть для того, чтобы построить хороший квантовый компьютер, нам недостаточно иметь просто большое количество кубитов, просто большой регистр. Нам нужно иметь с очень высокой точностью осуществлять однокубитные и двухкубитные операции. В конце мы производим измерение. Значит, действительно, это крайне затруднительно. Вот, опять же, возвращаясь к Гордону Муру. Гордону Муру удалось сформулировать некоторые предсказания относительно той элементной базы классических вычислений, которая будет доминировать в течение многих десятилетий. Квантам в случае это сделать пока не удается. Почему? Потому что для того, чтобы построить квантовый компьютер, необходима очень специфическая физическая система, или, как мы говорим, платформа, в которой бы сочетались несколько качеств, которые трудно сочетаемы вместе. То есть, которые трудно сочетаемы. Это, во-первых, масштабируемость. То есть, это система, в которой можно достаточно быстро создавать большие регистры, то есть, системы большого размера. И, с другой стороны, высокая степень контроля. И обычно те системы, которые мы знаем, они обладают либо этим качеством, либо этим качеством, а сами по себе они довольно трудно сочетаемы. Если говорить о тех примерах квантовых систем, которые реализованы уже, и в частности в рамках дорожной карты, то наиболее активно развиваются четыре экспериментальных платформы. Это серпроводниковые кубиты, атомные, фотонные и ионные. Про атомные фотоны, я так понимаю, будет несколько докладов, в том числе коллег из МГУ, которые здесь присутствуют, которые над ними работают. И я бы, наверное, хотел чуть-чуть подробнее рассказать про ионный квантовый компьютер. То есть в каждой из перечисленных выше систем есть свои преимущества и недостатки. В случае, например, серпроводниковых процессоров есть очевидные преимущества, связанные с возможностью использовать очень многое, накопленное в базе классической электроники. То есть большое количество устройств, которые там необходимы для создания кубитов, то есть литография, для того, чтобы осуществлять с ними операции, доступно, поскольку оно используется, например, в полупроводниковой промышленности. Однако, конечно, есть сложности, поскольку создать массив из одинаковых искусственных атомов так, чтобы они работали все примерно одинаково и хорошо, достаточно затруднительно. Например, недавних исследований было показано, что даже малейшая ситуация дефектов в таких системах могут приводить к нарушению когерентности, к нарушению возможности работать с такими системами. То есть есть свои преимущества и недостатки. В случае атомов, я повторюсь, наверное, коллеги про это подробно расскажут. Одно из преимуществ – это масштабируемость. Система может быть очень большими, и возможность выключать и выключать между ними взаимодействие, что не характерно для других систем. А вот, скажем, с ионами ситуация следующая. С ионами можно обеспечить довольно высокую степень точности реализации квантовых операций, однако есть проблема масштабируемости, есть проблема того, как собрать большое количество ионов вместе. То есть какая идея за ионным квантным компьютером вообще стоит? Мы можем, пользуясь тем, что мы приготовляем заряженные частицы, то есть взаимодействующие, собирать их при помощи так называемой ловушки в некоторый массив, в некоторый кристалл. И за счет того, что между ними и взаимодействие, они находятся на определенном расстоянии друг от друга, можно найти в них переходы, которые контролируются оптически. И вот примерно так выглядит экспериментальный образец ионового квантного компьютера. Большинство систем предназначено для того, чтобы ионы охладить, приготовить, поместить в ловушку и в ловушку при помощи оптических полей управлять. На сегодняшний день в рамках дорожной карты, в рамках наших работ достигнута возможность работы с системой до 16 кубитов. При этом в системе 8 ионов. То есть у нас 16 кубитов, которые закодированы 8 ионов. То есть мы используем кодирование не кубитное привычное, а кудитное, то есть в которых в каждом ионе находится по 2 кудита. Это математически абсолютно эквивалентно, но с точки зрения реализации алгоритмов может давать определенные преимущества, потому что одна из самых сложных вещей – это реализация именно двухкубитных операций. А здесь двухкубитная операция может реализовываться внутри одного иона, и ее качество реализации может быть близко к качеству реализации частичной одной ионной операции. Про это, наверное, более подробно расскажет в своем докладе мой коллега Евгений Кирксен, который как раз занимается кудитами. Собственно, на этой системе уже можно реализовывать квантовые алгоритмы. И вот один из первых квантовых алгоритмов, который мы показывали, это двухкубитный алгоритм Гровера, такой тестовый алгоритм, который коллеги, занимающиеся цирпроводником и квантным процессором, тоже демонстрировали. Ну и видно, что для различных оракулов немножко разная точность реализации алгоритма, но в общем и целом доминирующий вклад в ошибку вносит двухкубитные операции. Здесь их две подряд, поэтому качество среднее в районе 80% для реализации двухкубитных алгоритмов. Для более сложных алгоритмов оно ниже. Самое сложное, что, пожалуй, мы делали, это моделирование молекулы гидрида лития. Она требовала пяти кубитов. И создание запутанного GHZ-состояния между всеми пяти кубитами. Но важный вывод, который я хотел бы сделать, что ионы и другие системы, про которые вы сегодня и завтра услышите из докладов моих коллег, уже сегодня способны реализовывать первые простые базовые квантовые алгоритмы. То есть такие системы для работы с ними в России появились. И цель увеличивать в них количество кубитов, увеличивать качество. Но, по крайней мере, экспериментальные платформы для того, чтобы что-то реализовать, они нам сейчас доступны. Хотел буквально несколько минут сказать о том, что я считаю важным из того, что происходит в мире, важной вехой при работе с квантовыми компьютерами была демонстрация квантового превосходства. В 2019 году группой Google была найдена задача моделирования случайных квантовых цепочек, на которой было показано, что квантовый компьютер может быть быстрее, чем классический. Но, как я думаю, аудитории хорошо известно, довольно скоро появились опровержения этого в связи с тем, что были найдены более эффективные классические алгоритмы. Однако ценным, с моей точки зрения, в эксперименте коллег из Google был сам поиск задачи. То есть они нашли некоторый практический рецепт, как, в принципе, можно на какой-либо задачи сравнивать классические квантовые компьютеры достаточно корректно и достаточно строго. И это в каком-то смысле смотивировало другие группы. Вот группа из Китая, группа Жан Вейпана, показала такой же эксперимент на 56-60 кубитах. В принципе, этот эксперимент уже показывал квантовое превосходство. То есть там примерно на 9 порядков утверждалось, что квантовый компьютер быстрее, чем классический. И вот весной этого года коллеги из Google, увеличив количество кубитов в своей системе Сикамор до 72, показали, что квантовое превосходство именно в этой задаче все же достигается. То есть текущий статус, насколько я понимаю, мы можем, наверное, тоже подискутировать, что вопрос квантового превосходства при решении абстрактных задач типа моделирования случайных цепочек, он в той или иной мере разрешен в пользу того, что квантовый компьютер пока эту задачу решает лучше. То есть пока никаких опровержений этому найдено не было. То есть это можно зафиксировать. Полезное квантовое преимущество пока не заступно. На абстрактных задачах оно показано. Из того, что происходит в мире по платформам, наверное, одно из самых интересных – это тот прогресс, который есть с полупроводниковыми кубитами, которые достигнут за последнее время. То есть напомню, что сама концепция полупроводниковых кубитов возникла довольно давно, в конце 90-х. Лоссом и Девинченци была сформулирована идея, что если взять две квантовые точки, то, собственно, это два кубита, которые при помощи обменного взаимодействия могут реализовывать двухкубитную операцию. Но было понятно, что это довольно технологически сложно. То есть реализовать такую систему оказалось довольно большим вызовом для эксперимента. Однако за последние несколько лет сначала несколько групп показали двухкубитный процессор с Fidelity 3.9. И вот совсем недавно был показан прототип 8-кубитного квантового процессора на квантовых точках. И понятно, что если там будут найдены правильные технологические рецепты, то масштабирование в такой системе за счет ресурсов с классической полупроводниковой электроники может быть довольно быстрым. С точки зрения масштабирования этой системы является одной из интересных, потому что она обеспечит действительно очень ниатюрные кубиты с довольно высокой степенью когерентности. Поэтому в дополнение к тем четырем платформам, про которые мы обычно слышим, сверхпроводники атома, иона и фотоны, по всей видимости, активно врываются в эту гонку полупроводниковые квантовые компьютеры. Есть интересные результаты, полученные коллегами в области нейтральных атомов. Я думаю, про это еще расскажет Стас Траупа. Но что ими делается, это создаются довольно большие системы. То есть сегодня квантовые вычислители на нейтральных атомах могут работать с тем порядка 250 атомов и даже решать при помощи них некоторые практические задачи. При этом, что интересно, коллеги, занимающиеся этим направлением, две такие лидирующие группы, группа в Гарварде и компании Куэра, и в Экольплите книг, и в компании Паскаль, они пошли не по пути решения какой-то задачи, которая всем принципиально кажется важной и нужной. Они пошли к решению тех задач, которые у них лучше всего получаются. То есть они увидели, что если взять их физическую систему, это нейтральные атомы, то их гамильтониан, он связан с гамильтонианом так называемой задачей maximum independent set, то есть графовая комбинаторная оптимизационная задача. И вот этот класс задач они начали решать и искать в этом классе задач практические применения. То есть некоторый такой интересный подход, когда вы не строите квантовый компьютер, при помощи него решаете известные задачи, строите квантовый компьютер, смотрите, что лучше всего он может делать, и тому, что он лучше всего может делать, и ищите практические последствия. Вот некоторые первые результаты по решению квантовой оптимизационной задачи для вот этого maximum independent set системы коллегами были продемонстрированы. И вот я уже сказал про ионы, как одно из направлений, которые активно развиваются в России. Проблема действительно одна из ключевых проблем масштабирования. Вот факт, что если собрать большое количество ионов в системе, то система становится очень трудноконтролируемой. Да, вот даже вот простой пример, почему это происходит, вы можете видеть, что расстояние между ионами в центре ловушки, расстояние между ионами по краям ловушки сильно отличается. Да, это препятствует тому, что система эффективна. Одна из причин, почему система начинает быть трудно управлять. Однако, что за последнее время было придумано, были придуманы архитектуры, которые называются QCCD, в которых можно физически перемещать ионы между собой, то есть создавать микроловушки для двух ионов, и каким-то образом эти при помощи такого хитрого управления электрическими полями менять ионы между собой, осуществлять квантовые операции. Вот такие базовые архитектуры были продемонстрированы. Это такая группа Quantinum, которая была до этого в компании Honeywell. И, возможно, это будет одним из способов решения проблемы масштабирования для ионов в самое ближайшее время, что позволит перейти от систем порядка 20-30 ионных кубитов к системам 100, 1000 и больше. Также продолжают прогрессировать устройства квантового отжига. Мы несколько лет назад с ними чуть более активно взаимодействовали, потому что к ним так или иначе открывался облачный доступ. Сейчас его такого простого публичного нет, но тем не менее видно, что количество кубитов таких систем тоже растет. Это специализированные квантовые процессоры, направленные только на решение задач квадратичной бинарной оптимизации. И вот совсем недавно была показана система, в которой 5000 кубитов работает, но, насколько нам известно, качество операции все еще остается достаточно низким. Если говорить про те задачи, которые мы пытаемся решать при помощи квантового компьютера, собственно, о том пути, который мы преодолеваем к решению практических задач, то, опять же, более подробно про это расскажут мои коллеги Сергея Усманова, Антон Бажударов. Я лишь сделаю некоторый обзор того, что мы делаем. Мы для работы с квантами компьютеров строим некоторую облачную платформу, которая позволяет к ним достаточно эффективным образом подключаться, решать при помощи, опять же, разных задач и сравнивать их между собой, подключать не только реальные кванты и процессоры, но и их эмуляторы. Платформа называется Cubboard. С ней можно работать в виде веб-интерфейса, к ней можно работать в виде питоновского SDK. Это, собственно, инструмент, который мы используем для того, чтобы решать практические задачи. И здесь мы стараемся активно работать с разными индустриальными партнерами, то есть видеть те практические направления, в которых квантовый компьютер может быть полезен. Это задачи. И из совершенно различных сфер здесь они перечислены. Но подавляющее большинство из них на сегодняшний день – это задачи оптимизации. То есть то, вокруг чего сосредоточен наши компетенции, наши усилия – это решение так называемых кьюба задач. То есть это задача квадратичной бинарной оптимизации. У вас есть некоторый энергетический функционал вот такого типа, и необходимо его минимизировать. В физике это известно еще как модель изинга. У нее есть понятные физические последствия. В финансах это, например, известно как модель марковица для оптимизации инвестиционного портфеля. Вот вокруг таких задач мы думаем. Причем совершенно очевидно, что вот если прийти, не знаю, к какому-нибудь компании, сказать, у вас есть задачи кьюба? Коллеги скажут, нет, конечно, у нас нет задачи кьюба, у нас есть задачи составления расписания, или у нас есть задачи оптимизации оптимального пути, или у нас есть задачи составления оптимального портфеля. То есть есть целый класс работы, который связан с тем, чтобы та задача, которая формулируется индустрией, свести к той задаче, которую квантовый компьютер термин или иным образом может решать. И вот наши совместные проекты, они зачастую вокруг этого строятся. Мы, например, работаем с компанией Росатом в области поиска задач, связанных с атомной индустрией. Это, например, задача планирования интервалов обслуживания атомных реакторов. Это задача типа составления расписания. Когда атомный реактор можно переключить для того, чтобы при этом сохранился баланс той электроэнергии, которую он может отдавать, и провести ремонтные работы как бы в наиболее подходящее время. Второе – это построение схем перезагрузки активных зон. Это такой паттерн, когда какие стержни управления атомным реактором задействуются, оказывается, это тоже оптимизационная задача, которую квантовый компьютер может решать, начиная с определенного размера системы. Мы ожидаем, что квантовый компьютер будет давать преимущество. Это задачи, связанные с нефтегазовой отраслью. Про это, наверное, тоже подробно останавливаться не буду. Одна из задач, на которых мы думаем, это задачи, связанные со смешиванием нефтепродуктов. Такая задача также сводится к тому классу оптимизационных задач, которые могут быть полезны для применения квантовой компьютеры. Также из нефтегазовой отрасли задача, связанная с поиском оптимального схемы обслуживания скважин нефтедобычи. То есть это, опять же, такая задача типа составления расписания. И при наличии большого количества объектов, которые необходимо обслуживать, необходимо составить оптимальный график. Опять же, вот задача к этой сводится. Здесь мы тестируем возможности на данный момент квантовых эмуляторов и квантовых компьютеров. И вот одна задача, на которой я, может быть, чуть больше хотел остановиться, чуть более подробно. Дело в том, что одно из полезных вещей, которые уже сейчас мы видим от появления квантовых компьютеров и от большого внимания к этой теме, это тот факт, что люди, которые занимаются классическими алгоритмами, постоянно пытаются с квантовым компьютером соревноваться. То есть появляется какая-то идея, и вот квантовый компьютер решает ту или иную задачу быстро. И довольно большое сообщество сейчас ориентировано на создание так называемых квантово-вдохновленных алгоритмов, то есть алгоритмов, которые путем моделирования той или иной квантовой системы пытаются решать, скажем, в нашем случае оптимизационную задачу. И вот у нас был тоже заказчик с практической задачей. Это задача из области телекоммуникационной индустрии. У нас есть какая-то разъединенная коммуникационная сеть, есть узлы передачи информации, и нам нужно распределить разные потоки трафика по длинным волнам, чтобы количество длинных волн, которые мы в этой сети задействуем, было минимальным. И мы решали эту задачу в качестве бенчмарка при помощи одного из коммерчески доступных способов решать комбинаторную оптимизационную задачу, называется в ГУРОБе, и также решали при помощи разработанного нами квантово-вдохновленного алгоритма СИМСИМ. И вот про него, наверное, чуть более подробно как раз Сергей Усманов и будет рассказывать. И вот здесь мы нашли очень интересный эффект. Мы не знаем, насколько он стабильный, мы не знаем, насколько он будет воспроизводиться для других задач, когда квантово-вдохновленный алгоритм для определенных размерностей дает более предпочтительный результат с точки зрения либо времени, либо качества решения, чем стандартные комбинаторные оптимизаторы. То есть, опять же, повторюсь, нельзя заявить о том, что мы показали, что квантово-вдохновленные алгоритмы могут быть лучше, чем классические, но тем не менее, по всей видимости, этот вопрос требует отдельного исследования. То есть, помимо таких полюсов классическое и квантовое, в которых мы обычно производим сравнение, появляется некоторое промежуточное звено в виде квантово-вдохновленных алгоритмов, которые для тех или иных оптимизационных задач могут быть довольно предпочтительными. Собственно, еще то, чем мы занимаемся, это вариационные алгоритмы. Я знаю, что будет целый доклад, посвященный этой теме. То есть, это такие гибридные схемы, в которых квантовый компьютер используется для приготовления некоторого квантового состояния, производится измерение, добавляется петля классической обратной связи, которая варьирует параметры приготовленного квантового состояния. Одно из естественных применений таких алгоритмов, это, например, задача в области химии. Да, можно искать энергетические состояния молекул при помощи вот таких гибридных подходов. Мы это тоже, собственно, делаем, тоже в интересах индустриальных партнеров. Там основная проблема – это требование уместить довольно сложное по размеру молекулы в достаточно маленькие квантовые компьютеры и маленькие эмуляторы квантовых систем. И вокруг вот эта внутренняя оптимизация и внутреннее подготовление предобработки для вариационных алгоритмов можно достигать, опять же, интересных результатов. Ну и последнее, наверное, из практических примеров, о чем я скажу, это вот наша работа с коллегами из Сбера. Она была посвящена анализу недавно вышедшей и довольно нашумевшей статьи, связанных с вариационной квантовой факторизацией за так называемой сублинейной. То есть, когда мы говорим про задачу факторизации, мы обычно используем алгоритм Шора для этого, для которого требуется 20 миллионов физических кубитов для того, чтобы взломать алгоритм RSA 2048. Вот в конце прошлого года коллеги из Китая предложили метод, основанный как раз на вариационном гибридном алгоритме, который предполагал, что для этого нужно будет в районе 400 кубитов. Но оказалось, что это неудивительно, наверное, но оказалось, что это впрямую не работает. То есть, есть большое количество подводных камней, которые не описаны в рамках работ коллег из Китая, и напрямую этот алгоритм для того, чтобы взломать что-либо не подходит, у него есть проблемы просто со сходимостью вариационной части, и нет совершенно никаких оснований ожидать, что при помощи 300-400 кубитов можно будет решать практические задачи. То есть, зачастую анализ того, что нас интересует, приводит иногда и к отрицательным результатам, но тем не менее он позволяет понять, насколько перспективны или не перспективны те или иные направления квантовых вычислений. Ну, собственно, наверное, подходя к концу, мне что хотел сказать, что то, что нам известно про решение практически задач на квантном компьютере, это верхушка айсберга. То есть нам известны какие-то классы задачи, какие-то примеры алгоритмов, которые удачны, или чуть менее удачны, чуть более удачны сводятся к тому, что квантовый компьютер может делать, но помимо того, чтобы разработать квантовое железо, одним из главных вызовов сегодня является разработка новых квантовых алгоритмов. Да, это то, по что, мне кажется, необходимо инвестировать время, внимание и энергию, поскольку классическим алгоритмом мы занимаемся уже много тысяч лет, квантовым всего несколько десятков лет, и очевидно, что за это время мы не могли найти все, что он решает, а по всей видимости класса задач, которые квантовый компьютер может ускорять, может быть значительно шире. Ну и, наверное, с такой экспериментально-технологической точки зрения важным будет переход к квантным компьютерам, устойчивым к ошибкам. То есть все устройства, которые мы сегодня обсуждаем и разрабатываем, так называемые низкие, но из-интрамидия скелл квантового устройства, для того, чтобы решать при помощи не их масштабируемые большие задачи, нужна будет, по всей видимости, коррекция ошибок. Да, и вот этот переход, наверное, будет знаменовать еще один важный шаг в сторону того, чтобы квантовые компьютеры пришли к своей практической полезности. Вот, я, наверное, перехожу тогда к главному слайду презентации. Спасибо вам большое за внимание. Есть несколько полезных применений из области финансов. оптимизации и из области телекоммуникации, да, то есть это такие, там, связанные, опять же, с оптимизацией трафика в сложных сетях, то есть несколько полезных применений у них есть, ссылки на это коллеги дают, но они решают в максимально абстрактной постановке эту задачу и ищут как раз таки, вот что мне в их подходе импонирует, они не ищут практически сложные задачи, они ищут наиболее сложную постановку этой задачи, в которой квантовый компьютер обгоняет классический. она не очевидна, сколько имеет прямые практические применения. Вот у них такой довольно интересный подход, но там значительного ускорения они пока на этом не показали. Но как один из подходов к развитию квантовых учреждений, мне кажется, довольно интересный. спасибо за интересный доклад. У меня тоже вопрос в эту же самую сторону. Вот вы сказали про подход, когда строится компьютер, после этого мы смотрим, что он лучше всего решает и эту задачу и пытаемся решить. Во-первых, не факт, что эта задача будет из экспоненциального класса сложности. И первый мой вопрос такой, а разумно ли нам вообще решать какие-то задачи не из экспоненциального класса сложности на квантовых компьютерах. Это первый вопрос. А второй вопрос, он связан с поиском универсальности квантовых компьютеров. Мы всегда, когда решаем какие-либо задачи, мы доказываем, что вот то построение, которое мы делаем, оно универсально. А нужна ли нам вообще эта универсальность, имея в виду, что квантовые компьютеры нам нужны только для очень узкого класса задач? Да, спасибо большое. Я, может быть, начну, если позволите, с ответа на второй вопрос. Мне кажется, этот вопрос очень важным и в каком-то смысле открытым. То есть в какой степени универсальности необходимо добиваться от квантового компьютера или делать квантовый компьютер ускорителем для определенных классов задач и жертву универсальности увеличивать масштаб, на котором эта полезная задача будет решаться. Поскольку мне кажется, что здесь нельзя дать однозначного ответа, видно, что люди идут по обоим направлениям сразу. Опять же, возвращаясь к тому же примеру с атомными квантными вычислителями, есть подход, при котором из атомного вычислителя делают полноценный цифровой квантовый компьютер. Коллеги из МГУ, в принципе, двигаются в эту сторону. У них есть гейты, у них есть кубиты. В целом они могут решать универсально любую задачу в цифровой модели. Мне показалось любопытным то, что делают коллеги, например, из компании Query из Гарварда. Они все-таки выбрали эту задачу, которая является экспенсально сложной. Они знают, при каких постановках она к какому классу сложности относится. И она действительно очень хорошо сочетается с просто с гамильтонианом их систем. То есть гамильтониан ритмашекской блокады, он очень хорошо проецируется на вот эту задачу максимума депенденции. То есть в их случае они выбрали правильный класс задач, по всей видимости. Стоит ли нам вообще смотреть на задачи, которых нельзя добиваться экспенсального ускорения? Вот последняя точка зрения, которую я слышал, что не нужно. Потому что, по всей видимости, только в этих задачах можно будет в реальности с учетом всех экспериментальных факторов, с учетом всех ограничений добиваться какого-то серьезного ускорения. Буквально в начале этого года вышел подробный анализ на эту тему, что целиться нужно в квантовый алгоритм, который дает экспенсальное ускорение. Но вот в эту промежуточную эпоху, мне кажется, кажется, поскольку примеры вообще, когда квантовый компьютер что-либо решает быстро, относительно быстро, относительно полезно, не так много, я бы пока вот эти промежуточные звенья бы не выбрасывал, я бы их аккуратно выдержал в отдельной стопочке. И, может быть, с появлением специализированных квантовых компьютеров именно эти классы задач бы на них и ускорялись, это могло бы быть полезно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.